Здравствуйте, братья и сестры! Давайте поговорим сегодня о великих людях древности. В том смысле, что заметим, насколько тяжела была жизнь великих людей, и как мало было великих, а может быть их и не было, которые жили бы комфортно, припевающие, не имея никакой беды, страха, скорби, макроскорби, общественной скорби или своей личной. Вот, к примеру, святой пророк Иезекииль в одном месте своих пророчеств говорит, что народ так и нечестивился, так стал гадок, что если бы были в этом народе, говорит Господь через Иезекииля, такие праведники, как Ной, Даниил и Иов, то я помиловал бы только их, говорит Господь. Эти люди не спасли бы своей праведностью даже детей своих, а только себя бы спасли своей праведностью. Вот три фигуры, скажем, Ной, Даниил и Иов. Давайте подумаем, раз эти люди нашли благоволение в очах Божьих, и Бог называет их троих, как некогда называют Авраама, Исаака и Иакова, трёх великих, которые есть люди Божьи и родоначальники избранного народа, значит, здесь тоже Ной, Даниил и Иов. Это люди, из которых Ной, например, не еврей, он ещё евреев не был, это человек, который представляет собой всё человечество без различной национальности. Национальности, собственно, начались только уже после Ноя, начиная с павелонского смешания языков. Так же и Иов – это праведник, который не принадлежит еврейскому народу. Это человек, который свят и велик, и Христа образует собой, но он не еврей. То есть вот три человека, здесь называются языки Иелем, каковы они, как они жили? Ну, Ной жил во времена страшного развращения нравов. Сильные, красивые, высокие, статные, долговременно живущие люди, по 500, по 700, по 800 лет живущие люди. Настолько могучие, что к чедорождению приступающие после сотни-двухста лет только. Рождающие первенцев, праведники рождали первенцев в 300-400 лет иногда. То есть люди, не похожие совершенно жизненно на нас. Люди, не видевшие смерти. Кладбищ не было. Они так долго жили, что они мертвеца могли видеть там только раз в жизни, на закате своих дней. Развращены до крайности. Извратили свою жизнь до невозможности, невообразимости. Нечто подобное Содом и Гоморру. И праведник Ной слышит Божий призыв готовиться к спасению. Потому что люди неисправимы, а он исправим. Нужно сберечь его, чтобы через него размножить людей. И он сто с лишним лет строит ковчег. Сто с лишним лет трудов со стороны людей на смешке. И он, будучи в душе праведным, смотрит на дела беззаконные и мучится, как лот в Содоме. Это вот жизнь такая. Потом, собственно, страшная эта катастрофа. Богом устроенная специально. Он спасается в ковчеге. Потом размножение опять людей от его сыновей. И выход из ковчега, заселение земли заново. То есть ничего такого сладкого и мягкого, как жизнь предтечи. Жизнь в пустыне, жизнь в тесноте, жизнь в молитвах, жизнь в трудах, жизнь в страхах, в духовных опасностях. Ничего такого расслабляющего, нежного. Даниил – человек, живущий вообще в плену. Это человек, который был уведен в плен, в плену, воспитывается. С тоской смотрит в сторону родного города. Он имел обыкновение трижды в день молиться в сторону Иерусалима. Его сердце рвется туда, на землю отцов. А сам он живет в палатах языческого царя. Обслуживает его свою мудростью. Подсказывает, советует, излучает халдейские премудрости. А сам сердцем плачет. Молится Богу о позоре своего народа. О том, что они грешили и беззаконновали. И Бог прав, что он поступил так. Он поступил справедливо. Отдал их людям беззаконным, как и предсказывал. Жизнь в плену. Что может быть хуже? Что может быть горше? Праведник опять-таки живет среди иноплеменников. И вера в поношении. И все в поругании. Храм разрушен. И священников нет. И книги святые забыты. Все перекосилось. Ничего хорошего. И в это время, как стиснутая вода поднимается вверх, так скорбящая душа обретает утешение в вере. Человек взлетает на вершины праведности благодаря помогающим скорбям. Иов – это человек, о котором страшно говорить, потому что нет в жизни ни одной скорби, которую бы Иов не перетерпел. Болезни, потери друзей, измены, вернее, друзей и внутренний развал семьи из-за непонимания. Гибель детей прижизненная, потеря всего имущества. Что можно еще придумать? Чем можно еще ударить человека? Потом душа колеблется у него в отношении к Богу. Он начинает сомневаться и терпит многие внутренние колебания, хотя остается твердым, как скала. Однако чего стоило ему все это? Иов в своих страданиях страшен и чуден. Страшен, потому что нам страшно подумать, что, может быть, подобное случится с нами. Это испытание для сердца. Это великий праведник. Праведник, который, повторяю, является образом страдающего Мессии. Святой страдает. Это Иов учит нас собою, что такое бывает. И что Христос, собственно, это и есть святой, который за всех пострадал. Я к чему все это говорю? Что вот Иезекииль называет трех. Как когда-то называл Бог Авраама, Исаака, Якова, Иезекииль называет Ноя, Данила и Иова. Все святые, все великие. Никто не жил тихо, спокойно и хорошо. Все перетерпели жесточайшие испытания. Возьмем, например, других. Возьмем Иосифа. Тоже образ спасителя. Братья предали. Продали за сребреники. Как Христа продал Иуда за 30 сребреников. Тоже образ Господний. Целомудренный, праведный. Откровение от Бога знавший. Гадатель снов. Чудный человек в юношестве, покажавший величайшее целомудрие. Чего днем с огнем не сыщешь зачастую. Настырно отбивавшийся от домогательств развратной хозяйки египтянки. Будучи рабом и в молодом возрасте. Иосиф. Рабство. Рабство выковывает из него человека. Рабство делает его терпеливым. И Бог был с ним. Иосиф, попадая в самые тяжелые ситуации, немалодушевствовал, но находил себе силы служить Господу. Но опять-таки жизнь очень не сладка. Это изгнание, это предательство. Пока он стал вторым человеком после фараона, сколько натерпелась его бедная душа. В раба продан был Иосиф. Говорит Псалом, железо пройдет душа его. То есть он прошел через узы темничные оковы. Возьмем Илью. До сих пор жив сей человек. Не умер он. Тела его нет в земле. Костей его нет в земле. Он жив. Бог взял его, и он умрет только во дне Антихриста. Этот святой человек всю жизнь свою бегал. Он бегал и плакал. Потому что говорил Господу, Господи, пророков убили, жертвенники разрушили, мою душу ищут. Забери меня, потому что я не лучше отцов моих. И Изавель хотела его убить, жена Ахава. И он был беглец. Он его человек, который никого не боялся, должен как заяц убегать от женщины. Он уходил постоянно от ее гнева. Она искала его душу с той настырностью, на которую способны только нечестивые, безбожные, бесноватые женщины. Потому что злоба женская сравнима только со злобой бесовской. Редко у мужика будет столько злобы, на какую злобу способна Евина дочка. И вот великий человек, тяжелейшим образом живший. Засухи и голод, отступление народа, преследование и Изавели, и многие-многие другие всякие такие события. И святость закаляется в лишениях. Но был, правда, один великий и чудный, просивший у Бога мудрости, которого имя само означает мир, который жил всю жизнь в мире. Это Соломон, Шлому, который жил в таком состоянии его царства было, что золото было по цене меди, а медь по цене камня. И все сидели под своей самоковницей в тени виноградника своего и наслаждались миром. Израиль не воевал, строил храм и собирался всех под этим. Но этот великий полюбил женскую красоту больше, чем все остальное, и набрал себе племенных жены-наложницы, в конце концов научился от них идолослужению, и Бога прогневал. И, в общем, омрачил свою жизнь безумием и злопоклонством. Соломон, разговаривавший с Богом несколько раз устами к устам, имевший от Него столь много, что никто больше столько не имел, Соломон при всем мире и безопасности, при спокойствии и тишине научился грешить больше, чем грешили другие. Вот вам, братья и сестры, урок. Когда скажут мир и безопасность, тогда внезапно придет на них пагуба. Так говорит апостол Павел. Когда был мир и безопасность при Соломоне, тогда сердце его отолстело, разжарело и забыло Господа, и он научился многим грехам. Эти же праведники, которых мы с вами перечисляли, и Иосиф, и Илья, и Ной, и Даниил, и Ио, да и Авраам, странник, не имевший на земле места для стопы своей, то есть везде был странничал, пришельцем был, и Исаак, и Яков, эти люди выковывали свою душу в страданиях и готовились к будущей лучшей жизни, к будущему городу, архитектором и устроителем, который является Господь. Все это я говорю для того, чтобы мы сами не отчаивались, когда нам плохо. Ну, плохо нам, да, а с какой стати нам должно быть хорошо? Неужели мы такие хорошие, чтобы нам должно было быть хорошо? Если мы хотим быть хорошими, то тем более не должны удивляться, что все так плохо, зачастую бывает, потому что именно тогда, когда плохо человеку, он может стать хорошим. Когда сильно хорошо человеку, тогда ему становится очень нехорошо, потому что он плохим становится. Здесь есть неизбежная диалектика, с которой нужно правильно разобраться. Хорошо ли мне по-настоящему или плохо, это тоже еще вопрос. Потому что мы живем-то ведь и комфортно, и более-менее сытно, и более-менее тихо. Мы только жалуемся, потому что души у нас неблагородные. Думайте почаще о тех, кто был лучше нас, потому что те, что были лучше нас, жили хуже нас. Но не роптали при этом, а говорили «Слава Тебе, Господи!» «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу!» Читайте Писание, братья и сестры, от Писания вразумляйтесь на доброе. Не ропщите на Господа, но благодарите Его за то, что есть у вас сегодня. И нежадный Господь готов дать вам в сто раз больше, лишь бы вы при этом не испортились. Ангелы-хранители, доброй ночи и до скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин